Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психоантова, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Заужу хоплаки у мертвых от Биба Монни», мы начинаем рассказывать, продолжаем рассказывать о взаимодействии психиатра с врачами разных специальностей. Поверьте мне, это очень и очень интересно, потому что на стыке различных специальностей рождается много нового. Сегодня мы будем рассказывать, продолжим рассказ о том, когда кардиологам требуется психиатр. На самом деле, в этом случае, когда больной шибко умный, на самом деле психиатр требуется всем врачам. Но мы будем отдельно рассматривать ситуацию для неврологов, для гастроэнтерологов, потому что есть определенные нюансы. Итак, психиатры и кардиологи, как они взаимодействуют между собой? Ну, несколько хороших слов о кардиологах. Дело в том, что я длительное время работал в кардиологической клинике в качестве консультанта, там у меня была научная группа, так что я представляю, кто такие кардиологи. Прежде всего, кардиологи – это люди объективных знаний. То есть, это люди, которые знают, что происходит с сердечно-сосудистой системой, и они знают это при помощи различных инструментов. То есть, у них все данные, а у них просто воспроизводимо. То есть, они, например, могут померить число сердечных сокращений, они могут вам сказать, какая артерия поражена, насколько она поражена. Они могут вам четко сказать, что надо делать и какая вероятность там выживания, там, пятилетняя, там, и так далее. То есть, у них все это есть, все это есть в цифрах. То есть, это люди совершенно объективных знаний. Поскольку они объективных знаний, у них есть совершенно четкие указания, как то или иное заболевание надо лечить. И они этих рекомендаций, как правило, придерживаются. Но бывает такая ситуация, когда кардиолог рассказывает больному, что вы должны делать то-то и то-то. Возьмите любую сейчас историю болезни. Там, например, на двух страницах, а то и трех страницах описано, какие вам надо есть продукты, а какие не есть. А больной, как правило, получив эту историю болезни в конце пребывания в стационаре, начинает задавать врачу множество вопросов. И вот это вызывает у кардиолога определенную отробь. Ну, больной сомневается в переносимости эффективности препаратов. Он говорит о том, что, может быть, не надо это пить. И у кардиолога возникает ошибка. То есть, кардиолог-то точно знает, в соответствии, скажем, с европейскими стандартами надо то-то и то-то, в соответствии с российскими стандартами надо то-то и то-то. А больной сомневается. И кардиолог не понимает, почему он сомневается. Такое очень часто бывает из-за того, что пациент думает, что его болезнь слабая. То есть, или он хорошо себя достаточно чувствует. И вот тут он начинает соизмерять. Ну, смотрите, я вроде неплохо себя чувствую. А мне надо принимать много препаратов. А зачем мне надо принимать много препаратов? А может быть, этого можно избежать? И начинает задавать свои законоберные вопросы кардиологу. А у кардиолога-то, как правило, нет времени. Потому что кардиолог заточен на то, чтобы выявить вот эти объективные признаки болезни, свести их в единый какой-то реестр, сопоставить с рекомендацией международными, вынести какое-то заключение. На все это, понятно, время уходит. Мало времени. Но, предположим, даже время было, чтобы я такому кардиологу предложил. Кстати, да и любому другому врачу. Я обычно, а с этим сталкиваются любые врачи, я обычно объясняю так. Смотрите, есть один эффект препарата. Вот это очень важно, чтобы вы поняли. Потому что многие больные думают, что побочные терапевтические эффекты – это совершенно разная вещь. Это абсолютно одно и то же. Потому что есть один эффект. Дальше мы смотрим, желательный этот эффект или нежелательный. Если он желательный для нас, то он называется терапевтическим, лечебным. А если эффект нежелательный, то он называется побочным. Но механизм действия один. И я тогда рассказываю пациентам следующую вещь. Что когда я назначаю тот или иной препарат, я всегда стараюсь найти золотую середину. То есть я всегда стараюсь найти препарат, который имеет умеренные побочные эффекты и умеренную эффективность. Избегать препаратов, у которых нет эффективности, нет побочных эффектов. Избегаю препаратов, которые очень сильные и у которых высокая эффективность. Но я учитываю особенности вашего состояния и назначаю препараты с умеренными побочными эффектами и умеренно эффективными. Ну и иногда это срабатывает. Беда, однако, состоит в том, еще раз говорю, что у врачей часто нет времени. И они в таких случаях, столкнувшись с вопросами, они говорят, нет времени объяснять, суй трубки в нос и иди отсюда. Конечно, это не выход, пациенты начинают ходить вокруг кардиолога, я часто видел, как они подстерегают врачей околоординаторской, иногда подологу сидят в засаде, иногда хватают врачей прямо на ходу, ну и конечно в этой ситуации уже не обойтись без психиатра. Если кардиолога схватил какой-то больной, а есть в структуре данной клиники психиатр-консультант, то, конечно, надо его отправить к психиатру. Ну и назначается консультация психиатру, больному говорят, а ты к психиатру сходи. Многие не отказываются сходить к психиатру, потому что, ну чего там дойти до какого-то кабинета. И вот беда состоит, конечно, в том, что кардиологи думают, что человечество спасет карательной психиатрии, что психиатр что-то объяснит больному, чтобы больной понял, что кардиолог нормально абсолютно работает, что он объективно понял состояние пациента, что он ему назначил правильное лечение. Но ведь психиатр вовсе не обязан подтверждать правильность действия кардиолога. Да и не может он это сделать, потому что у него просто образования нет кардиологического. Поэтому, что мы с кардиологами вместе затвердили. Это на самом деле был очень интересный продукт, долго ругались, иногда доходило, честно говоря, до мата даже. Очень были серьезные конфликты, вплоть до того, что некоторые кардиологи, хотя даже признали мою правоту, но до сих пор со мной не разговаривают. И считают, что я вообще очень резкий человек. Это абсолютно не так, просто я за справедливость. Ну и это исследование называлось ШАЦ, оно было на больных хронической сердечной недостаточности. Много раз рассказывал об этом исследовании. Включались больные с тяжелой сердечной недостаточности и смотрели, а что происходит вот с их реакцией, с их там тревогой и депрессией. Если их вообще-то к психиатру, собственно говоря, не отправлять. А что, собственно говоря, с ними делали? А с ними делали очень простую вещь. Проводили школу. То есть кардиолог просто собирал больных и объяснял им, в чем состоит их заболевание, как проявляются симптомы, что делать с теми или иными симптомами. Ну, конечно, таким больным в качестве бонуса давалась возможность лишний раз позвонить по телефону и один лишний визит в месяц. Что же мы выяснили? Что если кардиологи вот так просто поговорят с больными, то у двух третей пациентов тревога и депрессия исчезали в течение полугода. Просто напрочь исчезали. Все. То есть они становились спокойными людьми. Даже очень интересно, что даже у больных, у которых сохранялась тярость сердечной достаточности, то есть неэффективна была терапия, все равно у них тревога и депрессия исчезали. Потому что с ними поговорили, объяснили, что нужно делать. Таким образом, я, конечно же, очень бы хотел, если в клиниках будут когда-нибудь психиатры-консультанты во всех, а иногда не бывают консультанты-психиатры, то все же я бы хотел посоветовать кардиологам. Пожалуйста, не надо вызывать психиатров больным, которые задают вам вопросы. Постарайтесь на эти вопросы отвечать сами. Еще раз говорю, каратель для психиатрии вам не поможет. Ну и просто могу процитировать от Хемодрита Кирилла Павлова, если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты, ни поклоды. Все равно, если вы будете отправлять таких людей к психиатру, они все равно вернутся к вам с теми же самыми вопросами. Так что лучше этого не делать. Как всегда, в конце я вас очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Нам бы очень хотелось, чтобы наши знания распространялись на Ютьюбе. Для этого нужна подписка, для этого нужны лайки, для этого нужны комменты. Для этого фактически, ведь это единственный канал на Ютьюбе, который занимается тем, что пытается установить нормальные отношения между врачами и пациентами. Которые объясняют, почему пациент действует так, а не иначе. Которые объясняют, почему врач действует так, а не иначе. Это же очень полезная информация. Ну и поэтому установите спонсорами нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик, вы в его описании найдете реквизиты счета. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok